Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Знаете, к списку внешнеполитических побед так называемой России можно добавить сегодняшнюю попытку что-то выдавить из Совета Безопасности ООН по поводу вот этого обстрела расистами же собственной территории. Уже абсолютно понятно, что по Белгороду ударили несколько ракет российского ПВО и разбили там полгорода. Ну, собственно говоря, похоже, могло бы, что это С-300, потому что, видите, остатки ракет расисты никому не показали, соответственно, скорее всего, это были ракеты С-300, которыми расисты пытались сбить то ли украинские беспилотники, то ли украинские другие какие-то ракеты, которые совершенно в другое место летели. Но поскольку вот это вот расистское ПВО, так называемое, оно стоит в черте города, то избивало оно или пыталось сбить, а залетело не туда, в самом городе. Вот, собственно говоря, и шлепалось там в Белгороде. Ну, это я отдаю с большой долей вероятности, что это произошло именно так. Так вот, они сегодня, расисты, попытались выжить максимум в совбезе ООН со своих вот этих дешевых пропагандистских кривляний, этого не бензи, господи, прости. Так вот, не получилось. Чехи вообще не явились, сказали, что это все бред сумасшедшим, они не будут приходить. Они вообще явятся по запросу России только тогда, когда Россия выйдет с территории Украины. Это был ответ Чехова, они даже не пошли. А Япония раскатала так называемую Россию, ну, как бог черепаху просто-напросто. Послушайте, что заявила Япония в Союзе Безопасности ООН. Цитата, перевод. Это очередная попытка России опорочить Украину и Запад, отвлекая наше внимание от того, что происходит в стране. Нам надоело созывать так много заседаний Комитета Совета Безопасности. Несмотря на усилия России, ни один разумный человек не поверит ее повествованию. Конец цитаты. Ну, тут даже и добавить нечего. То есть, в бредни российского руководства верят только самые ограниченные. Точнее, даже самые ограниченные не поверят. Верят только избиратели Путина.